Здравствуйте, я благодарю вас за приглашение принять участие в таком значимом форуме и сожалею, что это всё происходит онлайн, а не лично. И передо мной стоит тяжёлая трудная задача, мне нужно успеть за 15 минут. Я хотела бы рассказать о новых исследованиях, которые уже стали стандартами, о голосовании экспертов конференции Сан-Галлен-Вены в разделе лучевой терапии и об исследованиях, которые нам ещё предстоит изучить. И тогда я буду постараюсь кратко и тезисно. Итак, возможность деэскалации лечения больных ранним раком молочной железы, внутрипротоковый рак. Исследование RTOG-9804 было посвящено вопросу, «Нужна ли лучевая терапия после ордона сберегающих операций у больных раком инситу хорошего прогноза?» В исследовании включены 636 больных, старше 50 лет, размером опухоли менее 2,5 см, G1-2, края резекции более 3 мм. Всем больным проведены ордоны сберегающей операции, все получают амоксифен и получают, либо не получают в постоперационном периоде лучевую терапию. Что мы видим? При медиане наблюдения 7 лет, как и ожидается, частота локальных рецидивов 0,9% в группе лучевой терапии и 6,7% в группе наблюдения. Но при этом 7-летняя общая выживаемость достаточно высокая, 93-95%, и не различаются в обеих подгруппах. На голосование в Вене в этом году, на 17-й конференции Сен-Галлен по лечению раннего рака молочной железы был поставлен этот вопрос, можно ли не проводить лучевую терапию больным раком инситу старше 70 лет. И 58% экспертов согласились с этим. А если мы еще вопрос расширили, что это больные с низким риском развития рецидива, то да, ответили 70% больных. Ранний рак инвазивной молочной железы – органы, сберегающие лечение. Возможно ли проводить его без лучевой терапии? Мы знаем, что есть масса исследований, основные это исследования ГЭЛП-9343 и Прайм-2, которые также говорят о том, что частота локальных рецидивов у больных немолодого возраста, ранними стадиями рака молочной железы, с иллюминальными подтипами при условии дальнейшей эндокринной терапии. Частота локальных рецидивов выше в группе без лучевой терапии, но общая выживаемость, безметастатическая выживаемость у этих больных не различается от таких же больных, которым лучевую терапию проводили. Опять же, голосование в Сен-Галине. Можно ли не проводить лучевую терапию после органов сберегающих операций больным старше 70 лет? И мы видим, что 74% экспертов говорят, нет, этим больным нужно проводить лучевую терапию. Но если опухоль небольших размеров, G1, или низкий риск локального рецидива, то 88% экспертов соглашаются с этим мнением. К сожалению, мы продолжаем с вами жить в эру пандемии COVID-19. В апреле 2020 года были выпущены обнародованные международные рекомендации по лучевой терапии больных раком молочной железы, которые гласят, что пациенткам старше 65 лет ранним раком молочной железы и люминальными по типами можно безопасно не проводить в настоящее время лучевую терапию после органов сберегающих операций. Следующий раздел. Повторная лучевая терапия при локальных рецидивах у больных раком молочной железы после проведенного ранее органов сберегающего лечения. Общепризнанным мнением считается, что единственный логически верный шаг у этих больных это спасительная мастектомия. Но, к сожалению, частота повторных рецидивов в области грудной стенки после мастектомии достаточно высока, от 3 до 32%. А 5-летняя выживаемость не так впечатляет ее показатели. 52-83%. Именно поэтому было проведено много исследований на эту тему. Одно из них – RTLG1014. Вот сейчас оно самое крупное. Специальные критерии отбора больных с локальными рецидивами для повторного органа сберегающего лечения с повторной частичной лучевой терапией. Это ограниченный размер рецидивной опухоли. Это более двух лет от предшествующего лечения. Обязательно отрицательные края резекции, клипирование ложи удаленного рецидива. Таким образом, сегодня истечение рецидива с последующей частичной лучевой терапией стало стандартом лечения большинства больных раком молочной железы и может быть разумной альтернативой мастектомии. Вот результаты лечения 405 больных, которым проведена повторная лампектомия лампектомия с последующей повторной лучевой терапией. Посмотрите, главное, чтобы кумулятивная доза не превышала 100-110 грей за оба этапа лечения. И мы видим очень хорошие, на мой взгляд, результаты лечения. Локальный контроль у 68-96%. Пятилетняя общая выживаемость 77-100% больных. И в этом году лёд сдвинулся. В 2021 году произошло существенное изменение. И вместо классической мастектомии большинство экспертов Сенгали на 63% проголосовали за повторную органосберегающую операцию при локальном рецидиве с повторной лучевой терапией. Следующий вопрос. Облучение зон лимфотока. Всегда спорно, потому что оно может быть показано и при отсутствии поражённых лимфатических узлов, а кому-то можно из больных и не проводить его даже при наличии поражённых лимфатических узлов. Итак, ранние стадии рака молочной железы, проведена радикальная мастектомия, хорошие края резекции, больше 1 мм. Нет поражённых лимфатических узлов. Мы открываем рекомендации и видим, лучевая терапия не показана. Но мы смотрим вот эту маленькую сносочку F. И мы с вами понимаем, что есть определённое, конечно, частота рецидива у этих больных очень невысока. Но есть определённая категория больных, которым лучевая терапия может принести значительную пользу в послеоперационном периоде. И в 2020 году был опубликован большой метаанализ 25 статей по результатам лечения 18 тысяч больных. И факторами риска развития локорегионарных рецидивов, которые были выявлены в большинстве исследований, у больных ранним раком молочной железы, с или без постмастэктомической радиотерапии. Посмотрите, какие это факторы риска. Молодой возраст больных или премианопаузальный статус, лимфоваскулярная инвазия, размер опухоли более 2 см, G3, наличие близких или положительных хирургических краёв, отсутствие системного лечения у больных с опухолями Т1-Т2, расположение опухоли во внутренних и медиальных квадрантах. Этим больным желательно проводить постмастэктомическую лучевую терапию. А больным, местно распространённым раком молочной железы, у них 1-3 поражённых лимфатических узла. По оксфордскому метаанализу мы видим, что добавление лучевой терапии значительно улучшает все онкологические результаты, снижает частоту локорегионарных рецидивов, снижает смертность от рака молочной железы. Но мы также с вами знаем, что практически все эти больные получают неодевантное лечение. И если после операции достигнут полный морфологический ответ в опухоли и в лимфатических узлах, которые ранее клинически определялись, нужно ли этим больным проводить лучевую терапию на зону лимфооттока и переднюю грудную стенку? Так вот, если это больные ранними стадиями, то послеоперационная лучевая терапия не приносит никакой пользы. Если это больные 3-4 стадии заболевания, то, конечно, невзирая на полный патоморфологический ответ, необходимо проводить постмастерационную лучевую терапию. И мы все лучевые терапевты с нетерпением ожидаем результатов перспективных исследований. РТОНЖ-13-04 завершено в 2020 году. На набор завершен 1400 больных. И мы будем знать, нужно ли проводить послеоперационную лучевую терапию на зону лимфооттока у больных с клинически определяемыми лимфатическими узлами, метастазами в лимфатических узлах с достижением полного морфологического ответа после неодивантной химиотерапии. Этому же вопросу посвящено исследование Супрема и результаты его ожидаются к концу 2023 года. Девизом 2020 года в лучевой терапии по словам Александра Валерьевича Петровского стали слова «быстро, быстрее, еще быстрее». Действительно, гипофракционирование при проведении послеоперационной лучевой терапии явно входит с семимильными шагами в нашу жизнь. Мы уже привыкли, это уже классика для нас проведение послеоперационной лучевой терапии дозами 2,66-16, грей, дозами 2,65-15 грей. Но вот в 2018 году в нашу жизнь, в жизнь молочевых терапевтов врывается исследование фаст с 10-летними результатами, которые предлагают этим больным ранними стадиями проводить лечение всего лишь раз в неделю фракциями 6 грей или 5,7 грея и вот таких 5 еженедельных фракций. В 2020 году опубликованы результаты исследования фаст-форвард, которое вообще поставило все с ног на голову, потому что наши английские коллеги предлагают проводить послеоперационный курс лечения всего лишь за 5 ежедневных фракций 5,2 грея. Мы входим в эру ультрагипофракционирования, но давайте разберемся, что же, какие результаты. Итак, исследования фаз. Как я уже сказала, сравнивается классическое фракционирование или однофракционное раз в неделю облучение дозы 5,7 шейд грей. Десятилетние, что очень значимо, десятилетние результаты наблюдения. Мы видим, что локальные рецидивы, регионарные рецидивы, отдаленные метастазы, смертность от рака молочной железы абсолютно не различаются во всех трех подгруппах. А косметические результаты, лучевые повреждения более выражены в группе 6 грей, один раз в неделю. Авторы делают вывод, что режим 28,5 грей за 5 еженедельных фракций не уступает режиму 50 грей за 25 фракций. И посмотрите, в рекомендациях НТСН уже в феврале этого года мы видим, что больные, которые не могут часто посещать стационар, можно предложить вот эту методику 5,7 грей один раз в неделю, 5 недель в послеоперационном периоде. Фастфорвард, 5-летние результаты лечения. Я всегда сторонница, ну и как все мы доказательной медицины, мне уж кажется более чем доказательно. 4100 больных проанализировано, 5-летние результаты лечения. Больным проведено органно-сберегающие операции, всего 7% в мастектомии. И посмотрите, уже сравнивается режим с тем самым гипофракционированным режимом, он уже является классическим. Лечение 5,4 грея 5 фракций, а лечение 5,2 грея 5 фракций с понедельника по пятницу. Результаты наблюдения 6 лет. Локальные, региональные рецидивы, отдаленные, метастазы, смертность абсолютно одинаковы во всех трех группах. А вот умеренные выраженные повреждения нормальных тканей больше были зафиксированы в группе больных 5,4 грея 5 раз. Поэтому авторами выбран режим 5,2 грея за 5 фракций. Он не уступает режиму 40 грея за 15 фракций по онкологическим результатам и осложнениям. И с октября 2020 года это основная схема проведения лучевой терапии в Великобритании. Мы разговаривали с нашим другом Майя Джугашвили в Испании. Это основной режим. И Тимур Митин также сказал, что сейчас в Соединенных Штатах Америки также это является основным режимом лечения для больных ранним раком молочной железы. Гипофракционирование не обошло своим вниманием и АПБА. Также предлагается крупнофракционная 6 грей через день 5 фракций на ложе удаленной опухоли. И всегда нас смущает гипофракционирование при облучении зон лимфа от тока. Всегда немножко опасно из-за осложнений из-за флекситов, из-за пульмонитов. Но в 2018 году, в 2019 году опубликовано крупное исследование почти 1000 больных, местно распространённым раком молочной железы, которым на мягкие ткани передней грудной стенки и зону лимфа от тока лечение проводилось с разовой дозой 2,9 грея 15 фракций. При медиане наблюдения 6 лет все онкологические результаты не отличаются от группы классического фракционирования. Поэтому я думаю, что впереди у нас внесение изменений в клинические рекомендации по лечению больных раком молочной железы Минздрава России и в наш золотой стандарт Российского общества онкомомологов. Неодевантная лучевая терапия. Вот это сейчас на пике вообще всего нового в лучевой терапии рака молочной железы. Исторически считаю, что лучевая терапия перед операцией проводится при недостижении операбельности состояния. А сейчас мы видим, что это новая терапевтическая последовательность при наличии лимфатических узлов пораженных и местно распространенным раком молочной железы. Неодевантная радиотерапия. В 2019 году опубликован метаанализ 18 исследований тысяча больных. Проводится химиотерапия, затем неодевантная лучевая терапия и через 6-8 недель мастектомия. Извините, анимация не сработала. И полный ответ зарегистрирован у 17-55%. К сожалению, капсулярная контрактура у этих больных также зарегистрирована у 15-25%, а послеоперационное осложнение у 3-36% больных. Поэтому вот одна из идей, что мы снижаем размер опухоли, мы снижаем число осложнений реконструкции за счёт отсутствия облучения экспандера, импланта, пока не сработало, потому что частота осложнений такая же. Но достижение полного морфологического ответа это очень важно, и поэтому перспективные многоцентровые исследования естественно актуальны. При АПБАИ, предоперационная частичная лучевая терапия. Почему это важно? Потому что мы чётко видим опухоль до операции, мы чётко её видим, определяем её объём, мы лучше определяем клинический объём облучения, мы уменьшаем размеры опухоли до операции, мы улучшаем хирургические, снижаем частоту положительных краёв резекции, снижаем частоту ререзекции. А достижение полного патологического ответа в опухоли может быть в этом случае вообще вариантом лечения пожилых больных без операции. То есть это такое вот тоже перспективное исследование. Если мы откроем сайт клинических исследований, мы увидим, что 35 исследований сегодня занимаются именно предоперационной радиотерапией. И посмотрите, какие высокие дозы. Мы только что с вами удивлялись дозам 5,2 ГРЭ, 5,7 ГРЭ. Здесь предлагают однофракционную, предоперационную, частичную лучевую терапию дистанционным методом, разовыми дозами 18 ГРЭ, 21 ГРЭ, 24 ГРЭ. То есть вот такая своеобразная стереотоксическая радиохирургия. Я прошу прощения, но уже 16,5 минут. Пожалуйста. И в заключение хочу привести слова Марии Сладовской-Кюри, что в жизни нет ничего, чего стоило бы бояться. Это я насчет крупных фракций предоперационной лучевой терапии. Есть только то, что нам нужно понять. Спасибо вам огромное за внимание. Спасибо. Спасибо.